Внешний облик главной улицы Краснодара формировался на протяжении двух столетий. Архитектурный стиль красная – это невысокие дома, из-за которых, как говорится, видно небо. Строить больше шести этажей в историческом центре города запрещено. Масштабная инспекция, которую сегодня днем устроил Венемин Кондратьев, показала, не все застройщики еще свыклись, что с мнением краснодарцев и историческим обликом кубанской столицы теперь придется считаться. На месте снесенного пятиэтажного дома быта пытаются возвести здание в 15 этажей. Разрешение на строительство не выдавалось. Выдавался только градпланом. Градплан выдался. Был выдан градплан и подписан эскизный проект. После того, как вы махнули шашкой... Олег, это не я, это горожане махнули шашкой. Я всего лишь на все озвучил сегодня даже не просьбу, а требование горожан сохранить исторический центр. Сегодня максимально на всех встречах, где я был, с жителями города была одна просьба. Не застраивайте высотными, каменными высотками, небоскребами Краснодар. То есть хотя бы его исторический центр. Живущие по соседству люди явно не рады подобным амбициям строительных компаний. Губернатору рассказывают, всегда жили в центре, и таких массовых попыток заставить все бетонными высотками не было. Очень надеются, что губернатор отстоит их право на свободное небо. А мы думаем, что у нас малоэтажное, тут и вдруг вырастут эти монстры. Держим уровень нашего исторического центра, высотности. А мы думаем, неужели вы предаете сами себя, сказали, что не будем историческим площадкам. Проверяем, реально, видите, никто ничего не строит. Пока еще не построили, но очень хотят. Внутри кварталов, недалеко от Политеха на Красное, гороженная площадка под 15-этажный жилой комплекс. Руководители компании ведущий проект расставили красочные стенды и готовились отрекламировать объект губернатору. Но попытки пиара явно не удались. Высотность исторического центра придется соблюдать, несмотря на бизнес интереса застройщика. Мы сейчас за то, чтобы исторический центр Краснодара самым был красивым историческим центром, которым бы могли наслаждаться наши дети, внуки и последующие поколения. А есть вариант какой-нибудь, может быть, там с архитектурой как-то проработать. Экономику в центре, в историческом центре делать не нужно. Давайте договоримся так, что здесь вы идете по нашим правилам. К компенсации мы можем рассмотреть строительство дома, которое даст вам экономику. Это в микрорайонах, вновь строящихся микрорайонах в городах Краснодара. Вот там делайте экономику, там делайте проекты, и мы вам максимально поможем. Но экономику делать на историческом центре города, поверьте, моя позиция категорически нет. Наглядный пример того, к чему приводит несоблюдение правил застройки, жилищный комплекс «Большой». Действительно, огромный 25-этажный дом успели воткнуть между центральными улицами красных коммунаров до того, как началась масштабная кампания по борьбе с высотностью зданий. Уже сейчас есть сложности с парковками, озеленением и выездами на прилегающие улицы. При этом рядом хотят построить еще один дом. Скорее всего, не будет принято решение по застройке этой части. Хотелось бы оставить эту часть Краснодара рядом с таким большим комплексом, не застроенной. Эту работу мы будем проводить застройщиками. Мы уже тоже рассматривали этот вопрос. Считаем, что здесь, безусловно, на этом месте дома строить, жилые нельзя. Здесь можно будет, поскольку центральная улица города, здесь торговый какой-то, центр общепита, что-то такое, связанное с организацией жизни людей. В целом для улицы Краснодара. Я здесь полностью вас поддерживаю. Ильич, вас тоже поддерживаю. Давайте мы сегодня четко будем понимать, что мы можем квадратные метры понастроить, жилья понастроить, а жизни в нем не будет. Небоскребы и громадные жилищные комплексы должны появляться за чертой центра города, в новых микрорайонах. Краснодар развивается и все больше застраивается там, что раньше считалось окраинами. Один из примеров – западный обход. На месте пустыри, развивающаяся жилищная инфраструктура. Причем даже здесь, рассказывают губернатору, дома и не выше восьми этажей. А вся территория изначально проектируется с учетом социальных объектов. Сколько у вас будет детских садов в целом? На какое количество мест? Три. На 410 мест. Ну, в принципе, уже хорошо. Школа на сколько мест? На 1100. На 1100. Уже хорошо. Ну, вот я считаю, что на такое количество жильцов, абсолютно такое нормальное соотношение для Краснодара, где не даже минимального в некоторых микрорайонах. На многие застройщики говорят, экономика не складывается. Исходя из того, что у вас, наверное, третья часть земли отдана под парковки, дальше под школу, под детские сады, под спортивную площадку, под детскую площадку у вас экономика сложилась? Она не очень большая, но она вполне прибыльная. То есть, где-то 2-3-4 тысячи на квадратный метр мы будем пытаться зарабатывать. Вот, коллеги, и ответ тем, кто кричит во все горло, горлопаны строительные, я иначе их не назвал, которые говорят, что мы мешаем делать строительный бизнес. Можно делать строительный бизнес и можно строить. И в Краснодаре в том числе. Если ты не хочешь получить сверхприбыль, а прибыль получить, мы не против, получайте прибыль, но и делайте город красивым. И микрорайоны делайте красивыми, которые комфортные для жизни, для проживания. Вот сегодняшние требования. По сути, губернатор озвучил техническое задание всем застройщикам. Соблюдать высотность в историческом центре и проектировать территории со всей необходимой социальной инфраструктурой. Причем создавать ее даже в тех случаях, когда заранее об этом не подумали. Например, как в комплексе «Западный город». Здесь уже люди живут, жильцы заселены, а где детские сады, где школы? Есть возможность исправить эту ситуацию за счет прилегающих земель и разработки проекта планировки с учетом той социальной нормы, которая здесь была недополучена людьми. Нет другого решения, как радиально выводить радиусами по большому счету из этого микрорайончика, чтобы уже вокруг по настрою детских садов, школ, чтобы как-то создать жилье. Но еще раз подчеркиваю, что это тоже жители нашего Краснодара и тоже микрорайоны нашего Краснодара. Поэтому надо решать проблему. Да, сегодня дорогой ценой, но вот эти проблемы решать надо. Важную роль в соблюдении всех этих правил должен сыграть и общественный градостроительный совет при губернаторе. Изменения и предложения в отрасли обязаны согласовываться с людьми, для которых вся эта инфраструктура и создается. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...